Астраханский театр оперы и балета считается самым большим в Европе. Глядя на это огромное, красивое сооружение, понимаешь, почему театр называется храмом искусств. Это действительно храм, а еще одна из главных достопримечательностей Астрахани. Творческий коллектив Донбасс-оперы приехал на гастроли в этот город впервые. Примечательно, что они состоялись в год, объявленный в России годом театра. Очень уютный театр, теплый, и мы получаем огромное удовольствие танцевать, петь на этой сцене. Очень приятный и благодарный зритель. Ну и мы привезли всего лучшее, что у нас есть. Выступления донецких артистов открылись детским спектаклем «Малыш и Карлсон» и в этот же день опера Джекома Пучини «Турандот». На сцене Донбасс-оперы премьера этой постановки состоялась в 2011 году. Она пользовалась огромной популярностью. Яркие декорации и костюмы, блестящая игра артистов и вокал, завораживающая музыка и захватывающий сюжет. В 2014 году, когда несколько украинских снарядов попали в цех с декорациями, этот и еще несколько таких же масштабных спектаклей полностью сгорели. У нас же пять спектаклей сгорело. Время обстрела. Было же 17 бомб попали в декорационные цехи. И сгорел Кармен, сгорел Спартак. Больший летучий голландец первый сгорел. Сейчас уже восстановили все? Нет, ну конечно, не все. Но мы многое восстановили, многое сделали новое. Так что... Этот спектакль долго восстановили? Ну нет, это же, знаете, когда уже есть эскизы, все. Самое главное, чтобы ноты не сгорели. Астраханцы ждали приезда гостей и встретили их очень тепло. Первый день в огромном зале оперного театра практически не было свободных мест. Мы пришли с приятельницей посмотреть спектакль. Ну нам нравятся, ну нам нравятся голоса, нравится как они поют, какой вот у них, как сказать, ну спевка что ли вот эта вот. Мы с удовольствием смотрим оформление сцены. Мы довольны тем, что вот не три столба нам показывают, а показывают красочные, костюмы яркие, нарядные. В общем, мы довольны. И хор нам очень понравился, и солистам. Донецким артистам астраханцы аплодировали стоя. Как оказалось, первый гастрольный день совпал с днем города Астрахань, который в этом году отметил свой 461-й день рождения. Когда труп вышла из театра, начался фейерверк. Словно город, салютовал донецким артистам благодаря их за этот прекрасный вечер. Елена Шинкаренко, телеканал «Оплот».